коллеги всех приветствую на связи дмитрий вы находитесь на канале корр инвест здесь мы проводим технический разбор акций по методу волнового анализа традиционно в начале недели мы рассмотрим лидеров роста падения так как у нас неделя выдалась достаточно яркой в плане распродаж это вот карта за неделю поэтому сегодня мы будем рассматривать исключительно лидеров падения благо есть еще выбрать сегодня рассмотрим бумаги укола из голубых фишек которые потеряли скажем так достаточно приличные потери понесли за неделю 4 процента с лишним снижения также сегодня рассмотрим акции яндекса акции мечела префа от нефти префов и магнита который потерял за неделю более пяти процентов но перед тем как рассмотреть бумаги давайте внепланово рассмотрим индекс на что момент очень неплохой плане формирования краткосрочных спекулятивных позиций у нас наблюдается снижение на протяжении уже третьего месяца учатся с середины мая мы планомерно снижаемся и вот уже начало августа мы в районе 2 830 по индексу мосбиржи максимум который мы видели три с половиной тысяч пунктов это было буквально несколько месяцев назад по структуре здесь уже более четко прорисовывается картинка все что мы видим вот этого движения это волна а которая вполне четко раскладывается на эти волновку диагональ это будет у нас начальная диагональ состоящая из пяти волн 1 2 3 4 5 и они идут клином таким то есть мы собственно говоря это и есть свойства диагонали где волны идут в перехлёст 1 2 3 преодолевают вершинки 1 но 4 заходит за 1 этого как раз характеристика диагонали и 5 тоже идет ниже 3 но не сильно ниже и вот в такой формации мы сейчас находимся как раз практически в оптимальной точке для поиска разворотных моментов по rsi у нас тоже уже раз два три четыре четырехкратная дивергенция то что тоже очень сильный достаточно сигнал то есть у нас идет повышение минимумов по rsi и при этом идет понижение минимумов по самому инструменту это также указывает на близость точки разворота и вот по сути сейчас мы находимся чуть ли не в самом оптимальном моменте для того чтобы ждать какой-то отскок это не будет разворот потому что начальная диагонали они предшествуют достаточно сильному движению вниз дальнейшем то ли это будет у нас abc то ли будет у нас 1 2 3 и так далее по базовому сценарию нас пока идет коррекция abc соответственно b волна может быть достаточно резкой и в идеале она может доходить до уровней второй волны может даже чуть-чуть их при превысить то есть как раз зоны которые мы уже неоднократно выделяли вот этот район 3 200 плюс минус вот в том районе 3 200-3 300 по индексу мосбиржи на отскок это в средней сроке понятное дело что это не будет там за неделю происходить но в течение месяца 2 мы можем отскочить для тех кто любит более спокойно не ловлю падающих ножей а уже там с большей уверенностью лучше конечно дождаться преодоления наклонной вот этой вот я думаю что это уже достаточно скоро может произойти в районе 3000 мы можем преодолеть потом тестировать и пойти наверх то есть можно торговать либо сейчас здесь больше риска то есть вот если зайти здесь по плану у нас первая волна отскок может быть выше 4 волны как раз потом ретест наклонной сверху и завершение и такая таким образом мы получаем может даже не дойти до 4 то есть вот мы получаем зигзаг abc в рамках волны b соответственно смотрите сами здесь конечно стопики достаточно близки можно поставить возможно мы тоже сформируем спекулятивную позицию об этом уведомим вас в телеграм-канале подписывайтесь если кто это еще не сделал но мы переходим к непосредственно к самим бумагам первое на очереди у нас бумага лукойла самая объемная бумага из тех которых мы сегодня будем рассматривать самые мощные по графику что мы видим мы видим коррекцию которая продолжается и она двигаться в рамках нашего ожидания собственно ряд то что мы выкладывали у себя на канале рамках волны 4 abc коррекция идет завершилась она или еще имеет потенциал для дальнейшего снижения здесь конечно вопрос судя потому что компания очень тяжелая в индексе скорее всего они будут двигаться синхронно с индексом по факту того что мы ждем какой-то коррекцию в индексе скорее всего и полу пола мы тоже будем наблюдать отскок тем более что уровни достигнуты более чем интересные здесь мы видели минимумы когда в конце декабря получается в середине декабря прошлого года эти же уровни были проторговка в сентябре прошлого года ну и тем самым мы можем образовать если мы даже будем корректироваться более глубоко то есть четвертая волна можно не закончится прямо здесь может быть более сложная формация не исключено что у нас некое подобие головы плечи образуется то есть у нас есть первое плечо голова и вот сейчас может на отскоке образовать второе плечо и тогда уже пойти на более глубокую коррекцию но это уже на несколько месяцев вперед заглядываем пока до этого рано но вот уровня отскока это уровне волны b ниже уровне первого плеча то есть 7 500 7000 это вот диапазон куда мы можем отскочить в обозримом будущем то есть опять же ждем здесь каких-то информации на разворот отскок по рс и мы также видим здесь дивергенцию то есть шансы на какую-то локальную восстановление котировок здесь вполне себе неплохие следующий эмитент это коллега лукойла по сектору тот нефть рассмотрим привилегированные акции этого эмитента если более широкую картинку смотреть по мы также формируем четвертую волну первая вторая у нас проходили в двадцать втором двадцать третьем начале начале 23 года вторая закончилась и на протяжении всего 23 мы наблюдали растущую тенденцию третьей волны с весны этого года у нас произошла остановочка проторговались в каком-то боковичке и вот сейчас вот пошли более сильно корректироваться и опять же мы приходим на уровне которые оказывали поддержку осенью 23 года они сначала были сопротивлением преодолели от тестировали от них пошли вниз то есть здесь есть достаточно заметный горизонтальный уровень мы как раз на него приходим на данный момент уже сверху вероятно здесь какая-то поддержка может образоваться будет это полным разворотом или мы все-таки еще будем какую-то форму коррекции показывать я скорее склоняюсь ко второму варианту то есть вариант что у нас это вот движение полностью формирует четвертую волну пока что я в этом не уверен скорее всего будет какая-то более сложная вариация и четвертая волна вполне себе может завершиться все-таки ближе к границе нижней границы этого восходящего импульсного канала но сейчас говорю локально мы можем какой-то отскок здесь показать опять же здесь дивергенция пресса и хорошие уровни горизонтальные собственно говоря все возможности для небольшого отскока появляются следующую бумагу который предлагаю сегодня рассмотреть это компания мечел также привилегированы акции этого имитента посмотрим на широкую картину что мы здесь наблюдаем согласно нашей раскладке мы уже сформировали эти волновое движение в рамках диагонали и сейчас наблюдаем коррекцию скорее всего это будет резкая коррекция abc и все что мы наблюдали с февраля двадцать четвертого года это идет волна что моно волна волна а по структуре что она из себя представляет здесь скорее всего это было пятиволновка причем вторая волна была плоская а четвертая резкая давайте вот обозначим ее первая волна вторая плоская третья волна самое мощное движение вниз четвертая и вот сейчас завершаем движение отскоком пятая волна то есть у нас сформировалась пятая полностью сформированный импульс в рамках волны а также как и в предыдущем случае какой-то отскок в этом в этой вариации возможен зона целевая для этого отскока это район четвертой волны внутренней этого движения то есть это уровне 250 плюс минус 260 рублей этот ориентир который можно ждать по волне б дальнейшее движение вниз это уже надо смотреть на более поздние виды смотреть как развивается отскок судя по всему это будет просто обычным зигзагом abc и уже исходя из того где мы остановимся в коррекционной волне б строить планы на окончательное снижение завершение коррекции общей по префам мечела переходим к следующему эмитенту это бумаги магнита в акциях магнита мы также видим развитие диагонали 1 2 3 и сейчас идет развитие 4 волны что характерно для диагонали у нас все волны состоят из трех компонентов abc 1 волна здесь скорее всего это был уже двойной зигзаг вторая abc перемычка x abc то есть wxy это у нас вторая волна и abc волна 3 сейчас мы видим то же самое тройку в рамках формирования волны 4 минимальные цели это пересечение с первой волной мы их уже выполнили и собственно мы уже приближаемся тоже к целевым отметкам хорошим горизонтальным уровнем не исключено что где-то здесь мы можем увидеть попытки разворота и движение дальше в рамках формирующейся диагонали кому интересны подробности с цифрами с более полной раскладкой заходите к нам на сайт скачивайте обзор пользуйтесь ну и завершение сегодняшнего обзора давайте посмотрим на бумаги яндекса после разделения компании у нас появился новый тикер вайди и x это у нас российская компания яндекс nv это компания та которая делилась ну и соответственно у нас 3 600 котировки по основной материнской компании вот эта маленькая компаника проделена 19 рублей котировки по ней мы смотрим на ту компанию которую мы собственно говоря уже достаточно долго рассматривали предыдущие периоды основная материнская компания яндекса что мы можем сказать здесь у нас развивается точнее уже можно сказать завершилась коррекция abc почему я склоняюсь к тому что это все-таки коррекция а не импульс то есть можно было бы предположить что у нас 1 2 3 4 идет обновление 5 я этому сценарию ставлю гораздо меньшую вероятность по нескольким причинам первое то что у нас промежутки после завершения волны а сентября 22 по март 23 развивается четкий треугольник его достаточно легко здесь заметить и достаточно красиво здесь выглядит именно как треугольник а как известно в во вторых волнах треугольники не наблюдаются то есть это у нас волна б очевидно треугольники либо четвертых волнах либо в б волнах у нас соответственно идет 1 если здесь была первая волна это должна была быть волна 2 но треугольники опять же повторюсь во вторых волнах не бывает можно сказать что вторая волна была вот здесь и тогда у нас идет развитие третьего таким вот замысловатым образом но здесь у нас очень сложно тогда выявить третью волну и вот эти вот все пересечения 1 2 3 4 она заходит за вершинки 1 это как раз таки характеристики диагонали расширяющийся диагональ данном случае 1 2 3 4 5 5 волна самое мощное в этом в этой структуре это также не характеризует третьей волны потому что диагонали в третьих волнах тоже не встречается там четкий импульс должен быть исходя из этого я все-таки склоняюсь к тому что мы наблюдали общую формацию abc после чего мы продолжаем тренд предыдущий то есть у нас было сильное падение в двадцать первом двадцать втором году коррекция которым наблюдали abc до мая двадцать четвертого года и сейчас у нас продолжение предыдущего тренда то есть движение в рамках волны c если у нас было abc такая коррекция уже долгосрочное снижение по целям динамики и ориентиром в данной формации опять же я вас отсылают нам на сайт скачивайте пользуйтесь всем хорошей торговой недели на связи